Я надеюсь, что все работает. Я очень сильно стараюсь говорить на одном языке, так, чтобы вы все меня понимали и не было этих дурацких, смотря какие фабрики, смотря какие детали. Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько детали в этом пиджаке. Может, на прайс 225, самый дорогой 380. В реальной жизни я действительно смешиваю все эти языки, и мне практически все друзья меня понимают. Обещаю стараться говорить лаконично, красиво, так, чтобы меня понимали, складно все дела. Я, когда я читаю комментарии под роликами, там, особенно первые 2-3 часа, просто у меня сердце мое... И там практически под каждым роликом оставляют запрос такой, чтобы я рассказал о своей личной жизни, о себе, потому что вы мало что обо мне знаете. Еще оказывается сюрприз-сюрприз, многие люди совсем не знают меня по Инстаграму и по ТикТоку, и для них вот я на Ютубе совсем, ну, такое новенькое лицо. And I'm like, fuck, я сейчас-то все расскажу вам. У меня есть один ролик, где я отвечаю на такие очень базовые вопросы, он на канале, обязательно посмотрите. Но в этом мне хотелось бы углубиться в одну тему, которая, по сути, определяет меня и всю мою жизнь, и, ну, такая часть моего нарратива в течение долгих-дольких лет. А именно мое ДЦП, моя инвалидность. Я бы хотел рассказать о том, как она влияет, она, детский сервисный паралич, он, как он влияет на мою обычную бутовуху, на работу, на личную жизнь, на секс, романтику, на вот такие вещи. И на то, что нам прямо с собой интересно. Кстати, посмотрите, я сходил на коррекцию татуировки здесь в студию Валматы, называется «Искусство». Посередине оранжевый цветок, это айгультаж, очень редкий цветок, который растет только на юге Кыргызстана, именно в Баткенской области. А все остальные цветочки и ягодки – это то, что растет в огороде моей мамы. Для тех, кто не знает, что же такое ДЦП. ДЦП расшифровывается как детский церебральный паралич. Это форма инвалидности, окей? Она не передается по наследству, ее невозможно получить при жизни, да? Она получается при рождении. Секунды не прошло с момента того, как мы появились на свет, у нас уже травма. Вот мы уже с травмой родились. И ДЦП может быть разным, он прям вот супер-мега разный. Он может быть, ну, человек может вообще быть немобильным, да? Я, например, знаю ДЦПшника, который, ну, не может двигаться совсем, да? И он вынужден постоянно обращаться за помощью к другим людям. Ну, вот так-то, да? А есть такие люди, как я, которые двигаются спокойно и, так сказать, достигают успеха в этой системе. Я говорю именно система. Так как мне повезло просто иметь образование, иметь возможность и привилегию понимать информацию. Мы живем в очень нечестной и несправедливой системе, которая поощряет вот только один вид успеха. Знаешь, вот у нас есть Форбсы. А, honestly, я в этом говне даже думать не думаю. Вообще, настолько на сайт. Well, good for you. Молодцы. Пусть успехи и достижения поощряются. Но, honestly, это говно получается у вас только потому, что вы работаете и существуете в системе, которая поощряет таких людей, как вы. Я такой же, как и вы. То есть, в теории я тоже могу попасть на обложку Форбс. Да, потому что система помогает и она выгодна для меня. Но есть ребята, которые никогда не смогут попасть на эту обложку, потому что система нарушена. Система коррупционирована. Ладно, мы сегодня не об этом, окей? Мы сегодня будем, я не знаю, будем ли мы смеяться. I don't fucking know. Так, первое, что я хотел бы затронуть, это как мне живется в ДЦП, с ДЦП, с ДЦП изо дня в день. Ну, как обычно моя жизнь, да? Как я сру, как я ссу, как я лежу, как я сплю и так далее. Так, прерываюсь на то, чтобы показать. Хочу вам показать, как я сейчас буду закрывать эту татуировку пеленой, перед тем, как выйти, собственно, по делам. Я помыл руку уже, смотрите, как я делаю это. Короче, вот что я обычно делаю, беру, получается, использую левую руку как такую подставку и просто так обмазываю и провожу правой рукой, там, где нужно. В буквальном смысле скотчем обернул. Вот это сейчас будет челлендж, конечно. Как мне так обернуть? Как мне это сделать? Сделать вот так, типа с каждого угла, закрепить соу. Сейчас я схвачу его. Ага, схватил. Теперь подгибаю. Руку. Ага. Схватываем. Твоим. Угу. То же самое получается делаем. Right? And we're doing right, right? С этой стороны. Вот видите, вот такая у меня вся жизнь. У меня все получается, но просто дольше времени уходит на то, чтобы сделать простые вещи. Oh my fucking god. Та-дам! Боже, как страшно это выглядит. Например, я сейчас живу в Алматы, я живу один. Я, ну как, меня никто не спонсирует, я работаю и так далее. И многие ТЦПшники стараются не жить в одиночестве или там, не знаю, просто стараются жить с кем-то постоянно. Потому что иногда бывает такое, что происходят такие вот бытовые катастрофы и проблемы, да. Не знаю, что-то начнет гореть, что-то начнет течь и так далее. Но мне повезло с тем, что мои родители, особенно моя мама, с самого детства решили убиться в том, что я смогу существовать без них. Ближе к шестому, седьмому классу меня отправляли в различные больницы, клиники и реабилитационные курорты для того, чтобы я получал процедуры. Ну такие, да, тритмент, лечиться, улучшать там нервы, мышцы. Хочется сделать все, чтобы ТЦП не управляло моей жизнью. А вот до 12 лет, да, меня постоянно отправляли с кем-то. То есть я мог там с родителями поехать на 2-3 недели, да, или там на 1-2 недели. Или там с двоюродными сестрами, тетями, то есть меня всегда кто-то сопровождал. В 12 лет меня уже отправляли одного, довозили, убеждались в том, что я там, все, я нашел себе кровать, все делали до тополя. А мы жили всегда в этих самых реабилитационных больницах, курортах, ну как в общаге. То есть в одной комнате жило там 3-4 человека, и всегда это было рандомно, то есть ты не мог поселиться с кем-то, ну то есть не мог выбрать с кем жить, тебя определяли в палату, ты заходишь, все это всегда жутко неловко. Дети со всех уголков страны. Какие, например, процедуры мы там принимали? Это могли быть оздоровительные массажи, физиотерапия, да, какие-нибудь гидрованны, потом что еще могли? Ну это физиопорез, это что? Короче, ну ко всяким машинам нас подключали, там, ну там током таким лечебным нас, ну не шпарили, ну гарет, короче. Все, все хорошо, все легально, все полезно. Действительно я чувствовал эффект, особенно после физиотерапии. Без физиотерапии, я ненавидел терапевта. Как же я хотел каждый день, чтобы он попал в аварию. Это ужасно, это ужасно. Но когда ты ребенок, тебя... Но благодарен родителям за то, что заставляли. Thank you, thank you. К 12 годам я уже был самодостаточным. Ну ладно, не самодостаточным, я был самостоятельным. Я мог и жопу себе потерять, я мог, не знаю, поменять там постельное белье, да, там и так далее. Посуду помыть. Я мог самостоятельно принести еду, а я, ну как бы у меня одна рабочая рука, да. Самостоятельно мог принести еду из столовой, когда там так бывало иногда. О, мой гад, флешбеки у меня. Все такой длинный коридор, вот эта общага, да, самая. И на кухне заходила женщина с тремя-четыремя этими урнами. Ну, такие металлические урны с едой. Она ставила их на стол и кричала, кушать тамак. А тамак с крыском привез, как еда. Ну и кушать, кушать. Все выходили со своими тарелками. Первое, второе там на обед и так далее. Потом все уносили. Такие, как я, по два раза ходили, потому что, типа, сначала взять там суп, потом взять второе. И всегда это такая средненькая очень еда была, но как бы ты уже приучаешься. Вот эти 2-3 недели я прям приучался быть самостоятельным. Не знаю, там, посуду свою, да, потом, потому что за тебя никто не моет. Ты идешь и моешь посуду совсем, стоишь в очереди, раковина горячая, холодная вода, мусорку выкидываешь, остатки и так далее. На процедуры самостоятельно ходишь, вспоминаешь о том, что тебе нужно в течение дня сходить на одну, вторую, треть, четвертую. Сидишь в очередях и ждешь, пока, там, занимаешь очередь, говоришь, я после вас на эту процедуру и так далее. Это вот так все, как бы, вот так прошло мое детство. Но когда возвращался домой, что вы думаете, буткэмп заканчивался там, что ли? Но, соответственно, домой, я один из трех братьев, и нас всех, мама, мама не шалела нас никогда, да. И то есть до 12 лет я уже умел мыть полы, поливать огород, подметать двор и так далее. Короче, мама там у нас всех, конечно, так, этот, всех по силе, да, каждому распределяла задачи по дому. До жизни в Алматы я самостоятельно жил в Бишкеке, да, уже как взрослый человек, потом еще жил в общаге в Америке. То есть, ну, как ДЦПшник я, наверное, один из самых-самых самостоятельных. И вот сейчас мне 28 лет полных, 28 лет, буквально через пару месяцев исполнится 29, да, я скорпион. Я вот живу без каких-либо вот бытовых штормов, да, все, в принципе, хорошо. Недавно стоял вот я возле стендап-клуба перед своим выступлением там, перед своим шоу, и меня спрашивают, познакомился с одним комиком, у него инвалидность приобретенная, и он меня спрашивает просто, ну, вот как у тебя там, как это это, в какой ты группе инвалидности, нам лайк, это у нас. Просто у меня нет других друзей с инвалидностью, вообще никого нет, потому что, ну, мы меньшинство, нас не так много, это хорошо, тех людей, ну, то есть, видных людей с инвалидностью еще меньше, и поэтому, ну, я был рад всегда видеть ребят, которые выходят на сцену и выступают, и так далее. Вот этот комик меня спрашивает, а как ты готовишь? Я в моменте говорю, я действительно просто не готовлю. Единственное, что я могу сделать, это, наверное, яйца пожарить, и там уже котлеты там пожарить. Ну, все, что очень легко, буквально там два-три шага, я изи-пизи могу сделать. Так, получается, мы сейчас находимся в баре Be The Knees с брендом Monkey Shoulder. Вот так мы работаем, все снимает зерея. Так, вот, давайте покажу, что у нас здесь происходит. Здесь, получается, у нас, ну, вот, оформление, все, что, Monkey Shoulder, закусочки у нас здесь, там будет диджей играть. На улице у нас, wait, hold on. На улице у нас здесь такая своя атмосфера, вот, там, получается, у нас, что у нас, бар. Вот, чуть позже начнет работать, начнет работать, фотобудка. Здесь вот это все у нас, ну, короче, Miss Tengitz can be amazing. See? Как у тебя дела, зерея? Все хорошо. Все прекрасно. Вот здесь сидит менеджер Тимур, да, у нас такая микродеревня, которая работает над всем. Этот бизнес под названием OMBBZ, да, это не один Z, так это называется. Да, can't play, сейчас 8 часов, до полуночи будем развлекать народ. Вот такой вот такие дела. Пита? I think this is called pita, да? Taco? How did they know, что моя любимая... Damn, bitch, what the fuck is this? This is a huge ass taco. I don't know, what I see у нас, тортия, ой, sorry. Nachos. It's a, wait, what is it, a shrimp cocktail? Look at that posuda, посмотрите на них posuda. Like Miss Teng, isn't this cute? Damn, this looks like a heart attack. Мне даже сказали, что в оливках нет калорий, и что думаете, я сделал на следующий день, купил огромную банку оливок и съел за день присест. Как думаете, калорий набрал? I don't know. Guac! Нет, я думала, что модель это есть, I wouldn't even know. Ты тоже не знал? Вы тоже не знали? Нет, я не знал. Этот Симур, мой рекламный мэр. Hello. Для YouTube. Я не хочу. А для YouTube. Что касается работы, то здесь как будто бы даже меньше какой-то эффект ДЦП оказывает. I don't know. Ну, как бы, все свои ролики я монтирую сам, кстати. Всю работу почти сам делаю, снимаю что-то сам. Если не нужно что-то поддержать. А, ну у меня есть ассистентка, которая мне помогает снимать, когда мы на выездных каких-то мероприятиях, например, когда выступаю в клубе, да, в стендап-клубе. Но, чтобы прям вот я страдал из-за ДЦП, наверное, нет такого, да. Единственное, что я могу вспомнить, это, наверное, когда вот я на сцене, действительно в стендап-клубе, да, посмотрите, как я держу микрофон. Да, да. И все игнорируют. Потому что, ну, чего же был, типа, вот культурно посло. Нахуй, я просто... Короче, когда ты терял такая... В одной руке я держу микрофон, а я люблю жестикулировать. Я прям, это вот часть моего всего вот этого шоу, что я просто машу руками. Я обычно что-то беру, беру микрофон, прижимаю левой рукой к груди и начинаю там, да, махать своими руками. И как бы вот, ну, единственный момент, когда я такой, блин, что такое? Дайте мне микрофон, как у Бритни Спирс. О, я, я, я. Многие зрители даже не знают, что у меня есть ДЦП, бич. Да. Ну, потому что не показывается это. А потом, когда видят, такие, омага, что с твоей рукой, омага? И начинается вот этот просто поток всех этих тупых советов, которые... Ну, вот люди любят советовать. Ну, конечно, они желают лучшего. Но вот я не понимаю, вы думаете, вот мне 29 лет, у меня есть ДЦП, и типа я... Я не... В какой-то момент я же не умел ходить. То есть... Ну, какой-то момент. При рождении не умел ходить, потом я начал ходить не так рано, как многие дети. Это, да, у меня было огромное приключение. И многие люди, многие зрители начинают советовать всякую ерунду, не зная, что они говорят. Потому что я думаю, что многим людям стоит... Не стоит советовать. Думаю, стоит придержать советы при себе, потому что можно навредить так людям. Вы не знаете, сколько отчаянных людей живет, которые просто хотят жить обычной, нормальной жизнью. Это не травма, которую приобрели. Это не что-то, что... Ну, как бы вот... Такое вот... Это такая сложная штука, которая не лечится до конца. Да, к сожалению, пока что не нашли еще способ вылечить до конца ДЦП. У всех он разный. Это на уровне все равно церебральный, это на уровне нервов. Это не мышцы, это нервы. Я даже был вынужден... Не то, что вынужден. Я такой для своего комфорта просто уже в ТикТоке там же записал ролик, где я просто рассказываю, что и да как. Ну, люди в шоке там. Несколько миллионов просмотров на этом ролике. Я всегда удивляюсь этому. Ну, я понял, что, типа, вот просто вся моя жизнь – это несплошной политический активизм, да. Я тупо выхожу на сцену и уже собой занимаю пространство, да, которое бы люди не хотели, чтобы оно у меня было, да. У всех раз, когда я говорю girl и вот эти все, ну, все эти спецэффекты, это уже такой какой-то акт политический. Очень интересное время живем, когда ты, оставаясь собой, становишься активистом. Потому что быть собой как будто бы страшнее, чем быть внутри системы. Ну, а теперь давайте поговорим о любви. А, а, girl. Окей, сегодня у нас пятница. Я сегодня иду на свидание. На первое свидание за достаточно долгое время. Прямо свидание-седание, не хукап, да, где, ну, Последнее свидание было, я, когда-то было. Прямо свидание-седание. О, my God, не может быть. Лос-Анджелес в апреле этого года давно, давно не выходили мы. Перед свиданием у меня всегда такая рутина, где мне нужно прийти в себя. Это душ принять, лицо помыть, чтобы чувствовать себя свежим и так далее. Быть всегда в хорошей форме. Мне силимакс еще так много всего отправили. Что я могу сказать про человека? Ну, мы общались неделю, наверное, переписывались в Bumble, там, где, собственно, приложение, с которым мы познакомились. Был Сия. Знаете, у меня нет никаких ожиданий. Так, добро пожаловать в мою спальню. Из парфюмов я сегодня думаю, потому что он парфюмов, вы недооцениваете силу парфюмов и вот правильно выбранный парфюм. Особенно для первого свидания у нас мы, по-моему, начинаем в маленьком баре, такой low-key, поэтому чересчур вот этой виповости и роскоши не надо. Что-то нужно очень такое. If you know, you know. Я думаю, с Tom Ford как будто бы очень хорошая... Сегодня еще пятница, блин, мы еще выбрали день, блин, когда люди будут таращиться. Я вот думаю, Викторный Рольф, вот этот Spice Balm, it's actually a really cute fragrance. Я думаю, что начну вот этим покрою сначала тело. Это Tom Ford-овский, это спрей для тела. Стоил дорого, зараза, но работает. Sorry за неожиданную наготу сейчас, да. Вот я сейчас вот свое тело вот этим вот... Своё тело вот сейчас я вот этим вот ombre leather. Буквально, в смысле, вот похожу. И он создает еще первый слой. Сверху, наверное, пойду вот джампул, где тебе лемаль. О, yes, очень хорошо звучит. Вернусь, расскажу, как все прошло, окей. Мне очень странно говорить тебе о своей личной жизни, но очень странно. Особенно сейчас, когда я популярен в соцсетях, да, стало еще сложнее, не то что сложнее, но как-то очень ты такой уже начинаешь прищуриваться, приглядываться. С одной стороны, я популярен в соцсетях, с другой стороны, у меня есть инвалидность. И то есть, все равно, так или иначе, для человека, с которым я потенциально встречаюсь, да, это вот... Я просто с двумя чемоданами сразу заезжаю, называется. Не все люди готовы встречаться с человеком, у которого есть ДЦП. Кому-то страшно, кто-то не понимает, кто-то никогда не видел такого человека. Кому-то, ну вот... Кому-то это, возможно, отвратительно, да? Возможно. Кто-то не находит это привлекательным. Окей, мы все люди, да, и мы все оперируем внутри системы, в которой мы выросли. У меня даже были ситуации, когда вроде как я нравлюсь человеку и так далее, и так далее. Но на свиданиях говорят, типа, о май, типа, я не знал, что вот это вот так вот. Или кто-то, например, прекращал общение со мной, потому что у меня было ДЦП, да? Например, если человек бы у меня ничего не знает, то... Но чаще всего я стараюсь... Если человек не знает меня по соцсетям, если он не знает, о чем я, кто я и так далее, потому что сейчас, по сути, большинство знает, что у меня и что у меня есть ДЦП, я объясняю, я рассказываю так, чтобы, ну, дальше не шло, потому что это просто тянет процесс, и в конце становится неприятно всем. И знаете, что я заметил? Чем старше человек, с которым я общаюсь, тем больше сомнений, а чем моложе, тем меньше сомнений и вопросов. Как будто бы вот мы за зумеров всех ругаем и так далее, но они как будто бы на мир смотрят по-другому, как-то иначе. У них как будто бы более открытый взгляд на вещи многие. Я не хочу ругать своих сверстников и людей постарше, но немножко мы ограничены. I'm sorry. Мы... Я иногда смотрю на нас и думаю, my god. И мы все же оправдываем это тем, что мы старше. Нет, мы просто... Нас всех вбили в страхи. И у нас не было достаточно смелости, чтобы эти страхи... Я, честно говоря, не только о ДЦП, я говорю о других вещах по жизни в целом. Нам не хватает вот этой аутентичности, самобытности, как у зумеров. Есть зумеры, говнюки те еще, да? Есть такие люди, которые, ну, типа, я такое смотрю и думаю, боже мой, вам не хватает реальности. Но мы любим все оправдывать в возрасте. Можем, ах, мы просто там мудрости набрались. Однако no, bitch, ты в себе много говна держишь и не хочешь, чтобы это говно все вылилось. No. М-м. Я вернулся со свиданки на часах 03.12. Все прошло хорошо в целом, but it was cute. Nothing too special. Впервые за некоторое время, за несколько месяцев вышел на свидание. Это прям очень-очень хорошо. Я рад. Энергию. Поступила снова в систему. It was cute. Был даже в новых местах, где никогда не был. Ни с чем не тороплю. Может быть, это последнее свидание, может быть, это первое свидание. Потом дальше поет will see. А так, да, я все, что я сейчас хочу, это вытащить линзы из глаз, помыть лицо и лечь спать. И ДЦП, кстати, как будто бы не было, ну, то есть вообще никак не заходил. Человек знал. Which is very good. Раньше даже говорил, что не буду встречаться ни с кем моложе 25. Но вот сейчас, просто очень часто ощущение, что я родился на 5 лет раньше положенного. Что мне стоило бы родиться чуть позже. На 5 лет, на 5-10 лет, да? И у меня такой, я пересмотрел свои взгляды. Потому что очень много моих сверстников, они до сих пор существуют. Ну, и нас воспитал MTV. Я не думаю, что это самое лучшее, на чем стоит быть воспитанным. You know what I mean? И поэтому я пересмотрел взгляды. Теперь у меня новое правило. Максимальная разница в возрасте это 7 лет. Что касается секса, ну, как бы, все работает. С ним у меня проблем нет. Обычно таким вот casual сексом без каких-либо обязательств. С этим проблем нет. Особенно, когда ты популярный персонаж. Этого как будто бы вообще вот избыток. Мне, в принципе, с этим никогда не было сложно. Дальше вот этого хукапа, дальше вот этого ничего дальше не шло. Отношения к Еге не перерастало. Потому что у них был секс не со мной, как с человеком, а с моим образом. С персонажем, условно. Я же понимаю, что, типа, человек в интернете это одно, потом в жизни другое. Возможно, это что-то сложное между всем. Вот что-то среднее между этим. Такой сложный микс. Вот так вот живется мне с моим ДЦП. Я понимаю, что у большинства людей даже никогда не было возможности общаться с ДЦПшниками. Да, и просто даже просто понимать, потому что я... Вообще, стоит стараться общаться как можно с более разнообразным кругом людей. Мне кажется, такое насыщает. My God! Стоит ли мне вообще пойти и это, да? Это с мотивационными спичем, с мотивационными речами в тур отправиться и людям говорить. Откройте свои сознания. Ладно, whatever, girl. Bye! Goodbye! Girl, хочешь еще больше fabulous and iconic контента? Заходи ко мне на канал. Посмотри. Нажимай на одно видео, потом переходи на другое, потом еще. Да-да-да-да. Я тебя полностью поддерживаю в этом приключении.